Виртуальная картинка любой части тела с точностью в полмиллиметра на экране компьютера. Томограф нового поколения поступил в самарский кардиодиспансер на аэродромной 43 по нацпроекту здравоохранения. В тестовом режиме он уже продиагностировал более 20 пациентов. Татьяна Азовская в их числе. Мне нужно сделать обследование повторное, а первое обследование у меня было в Германии. Имболия легочной артерии у меня. До сегодняшнего дня пациенты с заболеваниями сердца диагностировались в других регионах или в самарских частных клиниках. Теперь по направлению от участкового врача пройти обследование можно бесплатно в кардиоцентре. Современный томограф безопасен для здоровья, а на тестирование уходит несколько секунд. Это поможет врачам-кардиохирургам планировать свои хирургические вмешательства для пациентов. Это поможет врачам динамически наблюдать своих пролеченных уже пациентов. Это поможет диагностировать возможные какие-то осложнения, возникающие в процессе лечения. Ну и я так думаю, что какие-то инновационные технологии в этом учреждении благодаря этому прибору мы тоже продвинем. Для обследования на томографе старого поколения требовалась специальная подготовка пациента. Теперь она займет не более пяти минут. В процедурном кабинете в кровь вводится спецраствор и можно сразу проводить исследования. Это гораздо более удобная процедура. Она позволяет раньше и эффективнее диагностировать угрозу инфаркта. И таким образом не просто давать возможность что-то лечить, а реально сохранять жизнь. И это, пожалуй, основная черта, основная особенность этого прибора. Это диагностика не ради диагностики, диагностика ради жизни. Проверить работу томографа приехала комиссия, областной министр здравоохранения, представители ОНФ и общественные палаты Самарской области. Убедились, оборудование установлено вовремя, готово работать в штатном режиме. А новый рентген-кабинет отремонтирован по всем медицинским нормам безопасности. У нас было поручение губернатора добиться высокого уровня самарской медицины. Произвести переоснащение больниц и клиник. Для того, чтобы наша медицина была конкурентно способна, и мы смогли спасти наиболее большое количество наших граждан. И мы надеемся, что наши высококвалифицированные специалисты будут более четко ставить пациентам диагнозы, что в конечном итоге приведет к спасению жизни. Планируется, что рентген-кабинет будет работать круглосуточно и без выходных. За четыре смены обследования пройдут порядка 80 пациентов. Для здравоохранения Самарской области появление такого аппарата является прорывом. Теперь нам самое главное обеспечить его профессионально подготовленными кадрами, что в данном лечебном учреждении имеется во благо жителей Самарской области. Борьба с инфарктами и инсультами в Самарской области успешно продолжается, констатируют медики, благодаря нацпроекту здравоохранения предусмотрено переоснащение и дооснащение регионального сосудистого центра на базе областного кардиодиспансера и двух сосудистых отделений в Тольятти. А в Сызранскую центральную городскую больницу поставят ангиограф. Аппарат проверяет кровообращение всего организма. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.